И вот я вас год назад спрашивал про Великий Устюг из хорошо знакомого вам региона, что Дед Мороз там действительно настоящий или это родина Деда Мороза, или такой грамотный пиар-ход. Вы ответили, а наши корреспонденты, прошу показать видео, в этом году в ноябре как раз на день рождения Деда Мороза съездили в Великий Устюг, убедились, что Дед Мороз там действительно настоящий, вотчина Деда Мороза, почтовое отделение, почта Деда Мороза, все там хорошо обустроено и организовано. Но и Новосибирск, новогодняя столица России, съезд Дед Морозов сейчас проходит прямо сейчас, каток открывается, будет самый большой. И вот вы по городу гуляли, было время, насколько он сейчас, по ощущениям, новогодний? Ну, к сожалению, прям ногами погулять не удалось. Декабрь месяц, мягко скажем, очень непредсказуемый с точки зрения командировок. Поэтому все выходные в декабре были в разъездах. Но в это воскресенье, с учетом того, что будет официальный старт мероприятия «Новогодняя столица», я обязательно найду возможность прогуляться и по набережной, и по центру Новосибирска. Проинспектирую парк-арена и оценю украшения города. Я считаю, что это правильно, несмотря на все сложности. Помните, задавался вопрос, а будет ли отмена новогодних мероприятий в связи с специальной военной операцией, в связи с нашими приоритетами по помощи Донбассу. И абсолютно взвешенное было решение принято. Да, от каких-то дорогостоящих мероприятий мы откажемся, несвоевременных, но все-таки это наш общий семейный праздник, и лишать его тех же детей нельзя. Поэтому новогодняя столица в Новосибирске отгремит, Новый год в Новосибирске состоится. Я в нем постараюсь поучаствовать. Спасибо. Еще вопросы есть? Да, собственно говоря, продолжение новогодней темы, наверное, чтобы вы пожелали людям в предстоящей встрече Нового года. В чем, наверное, ваш рецепт поиска новогоднего настроения и ваши пожелания жителям региона на год следующий? А можно прямо в эту камеру клютим? Ну, что хочу пожелать. Вот мы в преддверии 22-го года, в конце 21-го, все очень дружно пожелали, чтобы коронавирус ушел. Ну, вот общее желание, оно состоялось. Хочется пожелать в преддверии 23-го года устойчивого развития нашей стране, нашей России. Потому что для всех нас 22-й год стал переломный. Мы отбросили все иллюзии по поводу того, что кто-то хочет, чтобы Россия была сильной и самостоятельной. Все стало понятно, мы можем только опираться на себя, ну и на наших близких друзей. Поэтому хочется пожелать, чтобы в 2023 году это вот наше единение, осознание, оно принесло результат, чтобы была победа. И чтобы мы дальше продолжили наше устойчивое, надежное развитие.